всем привет я сегодня в магазине тире мастерской у светланы мироновой с ней вы уже все знакомы ну а кто не знаком я вас обязательно еще раз познакомлю а также вы можете познакомиться со светланой мироновой у нее на канале канал так и называется светлана миронова красноярск заходите там очень интересно а сегодня я приехала к ней гости не просто так сегодня мы с ней будем записывать мастер-класс по изготовлению подноса думаю как правильно его назвать потому что он многофункциональный я его буду использовать не только в качестве подноса чтобы можно было кофеек попить в постели так сказать но и мне еще этот подносик будет очень комфортен и удобен для моего ноутбука иногда хочется вечерком лечь на кровать возле телевизора и посмотреть поискать в интернете фурнитуру какую-то для моих украшений но и вообще в принципе и для работы и конечно же этот разносик подносик или даже мини столик такой переносной можно его и так назвать мне тоже в этом случае очень даже пригодится поэтому сегодня меня света любезно согласилась научить этому мастерству как это сделать и я с радостью с великой радостью сегодня приехала к ней и буду сейчас брать у нее вот эти уроки мастерства это ты зашла ты зашла подходи ко мне пожалуйста я тебя еще потому что у меня зрители прибавляются с каждым днем слава богу всем спасибо новеньким моим зрителям кто ко мне приходит на канал у меня на канале остается и вот те кто еще не знаком со света мироновой я вот вас хочу еще раз не не еще а вот вас хочу с ней познакомить потому что приветствую да потому что многие уже с ней знакомы вот и успели уже ее и полюбить и смотрят ее канал прекрасно и мастер-классы вместе с ней делают по вязанию кукол поэтому вот кто знаком те те тем здравствуйте а кто не знаком тем те пожалуйста вот знакомьтесь вот такой подносик мы сегодня будем делать вот такой покажу поближе вот такой вот на ножках единственное что еще я хочу к этому подносику к этому столику я бы его так назвала переносному столику что еще я предложила светлане к нему подумать и сделать это вот на обратную сторону сделать полозья чтобы выдвигал выдвигалась маленькая еще из-под стола досточка на который можно поставить мышку я только что светлане эту идею подала и она сказала о круто ведь не тоже такой теперь надо себе как сделать поэтому вот начнем сначала вот с этого а потом еще и доработаем его скажем так и приделаем к нему еще вот такую выдвижную штучку давайте я пока уберу сюда на пол чтобы нам не мешал светлана уже все подготовила все уже съездила в леруа купила нам понадобится вот такие три дощечки вот такие все уже готово у меня тут перчатки две вот такие досточки и конечно краски ну еще и ручки кстати ручки на последние забрала в леруа у нее даже есть ролик где находила это все выбирала последний так что я не вредная вообще не вредная и вот такие вот ручки тоже на по-моему последний тоже до забрала все все приступаю к мастер-классу одеваю перчатки вот умница девочка какая я молодец на все руки мастер так девочки вот такая у меня смотрите вот краска вот такая вот покрываю вот эти досточки которые света уже купила специально для меня и уже их отшлифовала они уже полностью готовы к работе мне осталось только вот покрасить цвет не надо как на один разочек до покрыть покрытие краска краска новая поэтому будем заниматься внутри да хочешь везли нет густо-густо густо делать то масло мне как говорится не страшно да то есть хочешь темнее на второй слой я бы сделала потемнее хорошо как скажешь я доверяю я люблю как бы деревенский ты будешь да конечно конечно я очень люблю деревенский стиль я же деревня деревня как хорошо получается я же забор то дома красила ну вот это не умею не умею но я думала тут надо прямо вот что-то особенного все просто легко посмотрел и сделал посмотрите какая красота уже получается какая у меня хорошая ученица ну что с одной работой я справилась посмотрите какая красота у меня получилось я все покрасила какой цвет шикарный получился просто прелесть прям глянцевая какая то вот она эта красочка очень мне нравится особенно вот переходящие от светлого к темному мне вот это вообще нравится и здесь вот даже вот это вот вот эти моменты вот эти вот моменты классно смотрятся вот они все сейчас делаем небольшой перерывчик пьем чай с пироженками и самое интересное наступает да ну что настало время выбрать краски для моего столика самое интересное так краска для влажных помещений так цвет беленый дуб цвета беленый дуб это какой цвет беленый дуб это какой а это вот когда все все поняла на каждой пятачке свой цвет мы зрителям наверное будет не видно короче смотрите беленый дуб горный оникс потемнее так французская ваниль что тоже светлая так полярный голубой горький шоколад серый камень как я должна теперь из этого всего что-то выбрать так дымчатая роза вот уже хочу нет рыжую мне не надо дымчатый красивый цвет так горчичный так это что мятный чай вот тоже хочу так давайте вот так вот вот так вот вот так серый базальт так может сделать ну-ка еще голубой и не вот мне тоже нравится голубой и не вот этот убрала а вот этот не будет с этим сливаться они почти одинаковые каждого поставим нас три доски то есть на каждую доску сделаем свой цвет так вот этот центр плане хочешь да ну и вот так вот вот так вот смотри как тебе нравится но мне кажется все таки вот этот ну да там поярче пусть пациенту будет поярче мы можем его бледнее сделать у нас белые краски есть ну посмотри можно быть тебе еще какой-то цвет ну вот этот я так понимаю будет как светлая фисташка да ну типа да а вот голубой и не он такой прямо во всяком случае какие вот я открывала краски молли цвет не вот этот еще горчичный да у нас там у него таки мне вот что-то мне кажется серий серый не хочется уже серенький серый опять же наверно темноватый будет да он прямо вот такой будет по идее да мы единственно что можем его сделать светлее за счет белой красочки добавить а если французская ваниль но она не белая на такая кремоватая да наверно будет больше такого беленый дуб а вот горный оникс тоже так неплохо смотрится горный оникс вот этот дымчатый вот ой вот этот серый бы чуть светлее сделать мне кажется было бы вообще хорошее сочетание как ты думаешь тебе нравится давай мы белый беленькую добавим и все и попробуем посмотрим в любом случае у меня есть досочки мы можем на досочке отдельно на другой попробовать да попробовать посмотреть и все ну все пока тогда останавливаемся вот на этих трех если нет то горчицу положим горчицу положим но цвета вот эти вот конечно все балденные получаются единственное просто мне горчица вот она как-то не вписывается в мой интерьер у меня вот именно вот но вообще вот эти все очень хорошо сочетаемые цвета и серый розовый и зеленый в общем пробуем да и потом вот когда папа мазнешь где-нибудь тогда уже будет более ясно чем вот когда вот на эти картинки смотришь давай все девочки не красить сейчас буду пробовать так девочки смотрите показываю какие краски я выбрала все таки вот такой вот нежно-розовый вот такой ну на видео он смотрится прямо какой-то голубой да на самом деле он светло-серый и вот такой фисташковый вот на самом деле он смотрится чуть поярче здесь бледноватый в общем вы это увидите наверное уже на досточках сейчас я маленько потренируюсь еще вот белый цвет цвета предлагает добавить чтоб красиво так блики такие были сейчас я вот на это досточки буду тренироваться цвета досточку наверно надо было нам закрасить или нет или чем чтобы тебя сейчас кисточки скажем так больше рисовать ничего страшно сам принцип нет а нет ничего что мы цвет не мне отлично мой как я сейчас буду красить я вот эти буду конец да ты больше это красить вот этой кисточкой самый такой жесткой света говорю что надо сразу одновременно красить и цвет цветной краской и белой тогда получится красивые белые полоски да давай я буду сама макая сюда но все я уже влезла конечно я бы немного набрала вот тогда все сейчас ее размазываешь снимаешь краску и вот таким образом все это не красть я что же хочу так вот тогда держи чуть-чуть сюда сюда и поехали подержи пожалуйста досточку мне досточку и какая красота получается потом взяла в один цвет мазнула в розовый прошла поняла так вы счет увидите что-нибудь вот такими мазками до правильно делаю примерно примерно да примерно да это много краски ты и снимали краску поняла поняла ты уже мажешь свою доску машину это потому что снимаю одновременно и крашу не вижу что давай вот это убирать а вот с этой доской начнешь работать окраски достали ну с богом прямые линии прямые линии простите торцы оставляем нетронутые стараемся как это все интересно как это все завораживает это это же вообще прям кайф флора чуть ли не облизывается вообще это что это ничего страшного а вот я размазал но это с кисточкой может быть волосок добавь розового одного розового сейчас я во вкус то войду я думаю все по перекрашу только бы краски в первого не закончились бы света я правильно делаю делай как тело лежит душа белый вот вот я хотела тебе сказать ты сама все это я жду когда ты мне скажешь что надо добавить из проявляешь нормально длинные линии делай протягивать побольше здравствуйте ну что посмотрите какая красота у меня уже получилось мне очень нравится эта красота единственно вот этот цвет на камеру смотрится гораздо темнее он чуть 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 светлее но даже даже так красиво смотрится но мне так кажется вот это те цвета которые я выбрала получилось вот так света сказала что это уже нравится главный мой эксперт сказал что ей она очень довольна моей работой а я так как довольна ну что продолжаем процесс на каждом сделаем будешь сверлить потом будем прикреплять ножки а потом будем соединить соединять верхушку все три боже мой вот это самое сложное для меня будет нет нет сейчас все у тебя получится ты в меня веришь да я в тебя верю конечно смертельный номер это специально какой-то дамский да но это я под себя под свою руку выбирала я потому что как-то пробовала витиным это очень сложно он тяжелый такой этот легкий относительно легкий так нормально пойдет отлично все дальше пойдем как ощущения света теперь я и дом построю у тебя же есть дом еще один лариса доделывает ножки все завершающие там все теперь вот эти подтяни что-то слабо так вот и тихо все эти нормальные да ну эти закрутила все вот ножки лорик сделала сейчас следующий этап ручки так ну что последний рывок последний этап вперед последний болт или кто это шуруп все до упора молодец ноутбук спокойно поставить приедешь померяешь во всяком случае пожалуйста вот и все моя красота готова благодарна свете за то что она уделила мне столько времени за то что она помогла мне это все сделать потому что конечно же она мне помогала сама бы я это все не сделала теперь вот еще у нас есть возникла идея про которую я вам говорила чтобы сделать выдвижной как это сказать цвета выдвижную такую до полочку куда можно было бы мышку поставить от ноутбука ну а если его использовать этот столик в качестве там попить кофе с печеньком то опять же можно на выдвижную полочку тоже что-то положить то есть я думаю что это очень даже будет удобно я хочу сказать что я безумно рада сегодняшнему дню я так благодарна слайне за то что она уделила мне столько времени потому что это была моя мечта поработать с деревом наложить краску на дерево именно вот таким способом составить дерево я никогда этого не делала мне всегда хотелось попробовать вот я это сделала поэтому света огромное при огромное тебе спасибо и я надеюсь что ты когда-нибудь меня еще раз пригласишь на мастер-класс чтобы сделать еще какое-нибудь интересное произведение искусств ну в свою очередь я хочу сказать что я великолепно провела сегодня во первых я почувствовала себя небольшим таким учителем это мой первый опыт что я обучаю в живую фара открывать мастерскую я думаю многие красноярцы бы захотели попробовать вот помастерить во вторых хочу вам сказать про ученицу свою ларису попову великолепная ученица талант во всем талантливый человек во всем талантлив во первых когда она красила это человек наслаждался это надо видеть ее лицо когда она работала с красками это раз во вторых как она боялась сказала я не умею сверлить я не пробовала я я не знаю или ты обманываешь нет я правда первого раза как только я и показала как сверлить как закручивать шурупы с первого раза у нее все получалось все великолепно спасибо умничка просто как ученицы пять с плюсом великолепно получился столик я надеюсь ты будешь показать да вот такая красота получилась вот такая я надеюсь вам видно если не видно я еще потом дома покажу потому что мне телефон уже симополич что у меня нет свободного места память заполнена до отказа поэтому светик огромное тебе еще раз спасибо приспосиба ну я рассчитываю еще на какой обязательно у тебя же идея родилась в одвижной сделать полочку вот я прилечу мы с тобой его доработаем хорошо и мне эта идея очень понравилась я себе домой тоже такую же сделаю полочку вот будем в следующий раз работать двумя аппаратами и ты и я и мы будем показывать как мы это делаем все спасибо вам огромное что вы были с нами и еще хочу сказать что у света на канале есть тоже ролик о сегодняшнем мастер-классе поэтому кому интересно заходите на ее канал канал называется Светлана Миронова Красноярск она у нее там немножко другое видео поэтому я думаю вам тоже будет интересно все пока пока до встречи в новом видео и ждем ваших комментариев и лайков пока